Количество вакансий в Канаде растет как на дрожжах. Сейчас, по данным статистического управления, этот показатель самый высокий за всю историю. Вакансий стало больше аж на 72% по сравнению с 2020 годом. Смотрите ролик до конца, и вы узнаете, какие специальности прямо сейчас наиболее востребованы, в каких провинциях больше вакансий и с чем связана нехватка работников. Также я назову зарплаты по профессиям, которые сейчас нужны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и я начинаю. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. В Канаде все еще огромная нехватка рабочей силы. В чем причина, вы узнаете дальше. А сейчас я расскажу, в каких отраслях работники нужны больше всего. В ходе ролика я буду называть зарплаты по специальностям. Данные буду приводить с канадского сайта о работе Glassdoor. Информация по зарплатам там берется из анонимных опросов сотрудников. Думаю, им можно верить. Начну с сектора социальной помощи и здравоохранения. Количество вакансий в этой сфере просто зашкаливает. Медики и социальные работники нужны были всегда, ведь население растет, людей нужно лечить, а пенсионерам нужен уход. Спрос на сотрудников этой сферы и был высоким, а после пандемии стал еще выше. Сейчас в секторе здравоохранения открыто примерно 137 тысяч вакансий. При этом огромная доля, почти 70%, приходится на такие профессии, как помощники медсестер, санитары и сотрудники по обслуживанию пациентов. Да, это тяжелая работа, и вам, возможно, придется вытирать попы старикам. Если это вас пугает, и вы хотите без напряга получить канадскую визу, чтобы вас встретили с хлебом и солью, и потом выдали ключи от дома с бассейном, то могу только предложить вам проснуться. Если вы в своей стране медик, то придется опуститься по карьерной лестнице, но это отличный шанс зацепиться за Канаду. По этим профессиям не надо дополнительно учиться и получать лицензию. И зарплата неплохая в среднем 45 тысяч канадских долларов в год до вычета налогов. Сколько будет после вычета, сказать сложно. В каждой провинции свои налоги. Но, опять же, предлагаю быть реалистом и не мечтать сразу о жизни в Торонто и посмотреть города поменьше, где жить дешевле. На моем канале есть отличное интервью с девушкой Ольгой, которая из своей страны во время пандемии сумела найти работу. Правда, она стала не санитаркой, а сиделкой. Эта профессия тоже востребована, поэтому, я думаю, ее опыт будет многим полезен. В интервью Ольга рассказала, как она искала работу и переехала. Ссылка на ролик в углу экрана и также в описании к этому видео. Кстати, спасибо, что продолжаете смотреть видео. Ставлю вам лайк за это, а вы можете поставить лайк ролику. Продолжу про сферу здравоохранения. В этой области еще требуются дипломированные и лицензированные медсестры. У них зарплата уже побольше и составляет 81 тысячу канадских долларов в год. Но для того, чтобы работать медсестрой или медбратом в Канаде, вам придется специально учиться на эти профессии и получать лицензию. Если у вас есть деньги, время и желание, то это хороший вариант. Но учтите, что на обучение плюс проживание вам понадобится не меньше 25-30 тысяч канадских долларов в год. Я бы скорее искал сначала работу по профессии, которая не требует лицензии, тем же санитаром. А потом, когда у вас будет ПМЖ, стоимость обучения в Канаде для вас будет в 2, может быть и в 3 раза ниже. Следующие у нас строители. Конечно, куда же без них. Потребность в этих специалистах вполне очевидна. Канада развивается, застраивается и ей нужны работники. Местные привыкли к тепличным условиям и не горят желанием работать на стройке. У меня есть приятель, который прошел путь от студента в колледже до менеджеров строительной компании. Он рассказывал, что они тупо не могут найти работников. Если наши могут запить, то канадцы предпочитают отрываться с травой и работники из себя не очень. На его примере я вижу, как за несколько лет можно построить шикарную карьеру в Канаде. И повторюсь, он начинал просто с учебы в колледже, ему даже визу дали не с первого раза. В сфере строительства особенно требуются помощники на стройке и разнорабочие. Зарплата у них в среднем 63 тысячи долларов в год. Также в Канаде нужны плотники. Получают они немного больше, 64 с половиной тысячи долларов. Если вас не пугает такая работа, то можете смело искать вакансии. Далее по списку производства и розничная торговля. Вакансии в этих сферах на момент записи ролика аж 87400. Просто какое-то рекордное число для этих отраслей. В секторе производства больше всего Канаде нужны специалисты по переработке пищевых продуктов. Они в среднем зарабатывают не так много, примерно 34 тысячи долларов в год. Еще требуются специалисты по изготовлению металлических изделий. Они получают побольше 54 тысячи долларов. Также очень много открытых вакансий в магазинах продуктов питания и напитках и в магазинах с товарами широкого потребления. В каких же провинциях свободных рабочих мест сейчас больше всего? Таких регионов 5. Ньюфаундленд и Лабрадор, Британская Колумбия, Нью-Бранцвик, Манитоба и моя любимая Онтарио. В остальных провинциях вакансий тоже много, но такой острой нехватки работников нет, хотя выбрать есть из чего. Наверное, многие не понимают, с чем связан рост вакансий, я сейчас объясню. Это не потому, что в Канаде такие плохие условия труда, что люди просто бегут оттуда и создают текучку и нехватку кадров. Наоборот, работодатели столкнулись с проблемой найма сотрудников из-за снижения безработицы. Кто был свободен, уже устроились, появились новые вакансии, еще не закрылись все старые, а новых работников нет. Ради справедливости скажу, что в Канаде все-таки есть недобросовестные работодатели, которые нанимают иностранцев, а потом обманывают. У меня на канале есть интервью с девушками, которые приехали работать на ферму, но их кинули. Они рассказали, что они делали и как им помогло правительство. Ссылка на интервью в углу экрана и в описании. Нехватка кадров все равно на руку моим зрителям, которые ищут работу в Канаде. Ведь предполагается, что из-за этого работодатели будут повышать зарплату. И такая ситуация уже наблюдается. В среднем предлагаемые зарплаты в Канаде выросли на 2,5%. В каждой сфере процент разный, где-то даже намного выше. Например, в оптовой торговле прибавка почти 10%, а в производстве 6,5%. Но повышение зарплат скорее касается тех, кто уже в Канаде. Если вы ищете работу и своей стороны, не ждите, что работодатели будут за вас соревноваться. Сначала лучше соглашаться на то, что есть. Недавно на канале выходил ролик о том, почему иностранцу сложно найти работу в Канаде. Советую его посмотреть и видео по ссылке в углу экрана и в описании, чтобы лучше понять, как устроен канадский рынок труда. В общем, если вы хотите найти работу в Канаде, то сейчас вполне подходящее время. Главное с этим не затягивать, как и с получением ПМЖ, ведь с возрастом у вас падают шансы на эмиграцию. Тут классно было бы прорекламировать наши услуги, предложить вам записаться на консультацию по переезду в Канаду или стать канадским студентом, но я не буду этого делать. Скоро мы уезжаем в длительный отпуск и все время занято. Разве что можете пройти наши видеокурсы по поиску работы в Канаде и по эмиграции. Ссылки на них оставлю в описании к ролику. В комментариях делитесь своим опытом поиска работы в Канаде, если вы уже пробовали рассылать резюме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и дергайте колокол, чтобы не пропускать новые ролики. Также смотрите другие видео на канале про работу, учебу и эмиграцию. До встречи в Канаде!